всем привет сегодня у нас обзор на питомца это будет цыпелин 35 уровня максимальной прокачки как видите он у меня уже давно прокачан у меня уже наверное до 40 уровня хватит повторок питомец очень интересный атакование 8452 плюс 30 процентов от атаки героев которому назначен это обычный питомец то есть его не составляет проблема собрать что он делает на девятом уровне он наносит урон равна размере 600 процентов от атаки питомца максимум 5 ближайших вражеских зданий но как показывает практика он бьет него дни и 5 ближайших вражеских зданий каждых 6 секунд арендом набьет почему так не знаю каждый также увеличивает получаемый ими урон на 26 процентов на 3 секунды этот питомец бьет только здание он не бьет там героев и остальных там юнитов но сносит чисто здание его сейчас применяют активно на битве гильдии также его применяют на подземках вместе с фениксом на феникса обзор отдельно есть питомец очень интересный сейчас покажу его в действии то есть он не зависит не от атаки вашего героя не от нападения на вашего героя на каждых 6 секунд будет просто выпускать 5 залпов так давайте в питомца педию зайдем посмотрим где он у нас применяется применяется у нас много где бонус входа в подземелье то есть это один из таких топовых бонусов у вас в идеале 20 попыток если вы прокачаете его там до 26 уровня как у меня вы получите еще плюс 12 это кто есть у вас здесь подземках вот тут вот у меня сейчас одно осталось у меня их 32 это максимум потолок потом надо сливать и опять чтобы шел и счет то есть максимум не 20 уже 32 это очень удобно дальше следующий делом применяет это экспо бонус опыта с подземок с тех же самых подземелий плюс 30 процентов если вы там изначально получаете грубо говоря плюс 0 процентов то тут уже на первом уровне плюс 10 18 14 в общем до 20 до 26 лавала плюс 30 сейчас покажу вам что это такое чтобы тоже понимали пропускаем любую подземку вот кристаллики это другой совсем бонус и вот в самый нижний тут и опыт у вас плюс 30 процентов то есть ваш герой там или героя получит плюс 30 процентов бонусом опыта это тоже неплохо дальше следующий бонус ускорения стройки плюс 18 процентов на 26 уровне ваши постройки которые там строятся да они имеют там определенный период если вы будете его покачивать у вас вот видите да на здании 5 дней 23 часа у вас вместо стандартного отсчета времени у вас будет улучшаться с этим показателем в зависимости от того на какой левел и прокачаете этот скажем так бонус от этого зависит на сколько быстро будут строятся ваши постройки но у меня на 26 плюс 18 процентов то есть там с 10 дней грубо говоря 18 дней вы экономите скажем так в месяц это получается там 54 дня то есть пустишь из дней с месяца довольно таки неплохой бонус для начинающих аккаунтов если вам надо быстро прокачивать так следующий бонус уменьшение цены постройки но по сути это бонус такой себе умничает там уменьшение единственное если у вас вот на начальных лавалах вам будет там не хватает там каких-то копеек а такое зачастую бывает когда надо там сделать эволюцию ой тут и говорю эволюцию прокачать здание у вас не хватает какого-то либо маны там либо золото благодаря тому бонусу цена уменьшается то есть на двадцать шестом 18 процентов тоже немало вот такой вот питомец как видите в четырех бонусациях участвует поэтому его действительно стоит выбивать качать по скилу однозначно качает потому что чем выше скил тем лучше питомец давайте сейчас в рейде затестим его вот мы его выпускаем как видите написано в скиле 5 ближеских а летит совсем в другую сторону почему так непонятно возможно у всех разные понятия стороны совсем с другой стороны фигачит как видите ну то есть рандом и все но изначально он нацелен на ратушу он ратушу сносит одно из первых видите уже 31 процент мы набрали нас вот станет забирают энергию самолетики все что хочешь юниты мы уже 59 процентов от базы снесли причем база как видите с некрасом там донатный до игрок мы себе забежали просто с цыпленами сидим развлекаемся интересно успеем вот юнита выбрали вот теперь бафнули фрей 98 ну давай 6 секунд продержись этому и продержится вот без проблем мы разобрали базу то есть вот так вот принцип такой же на битве гирли уже не раз показывал как проходить с данным питомцем желательно конечно его на добивание то есть первым выпускать все-таки феникса он бьет зонально это чисто бьет как видите по зданиям но наносит немало немало так урона желательно его ставить на какого-то хорошего танка с отхилом вот можно вот так даже золото фармить так давайте посмотрим тут пара туши час увидите что он бьет ратушу вот 87000 ударил сразу же пара туши то есть у него практически все его залпы это нацельный вот опять 115 ратуша старается бить в первую очередь сносить ратушу то есть не надо нужно быть осторожным потому что если вы не умеете пользоваться или неуверенную своих героев ставить на битву гильдий 112 такого питомца вам не советую сначала потренируйтесь где-то в рейдах выпускайте вот 218000 мы пара туши ударили сейчас будет второй зал как видите снесли то есть набирает вот уже 40 процентов мы уже набрали пока забежали в расстановку 48 очень хорошо тестировать на героях когда есть стану 63 процента 6874 мы просто просто топчик 84 процента ну дальше в этом можете по выпускать каких-то других героев которые этому же добью драйка малыша ника то есть для битвы гильдий очень интересные питомец и его еще можно использовать на лававе на 4 он разбивает здание тоже очень хорошо заходит как-никак хоть чуть-чуть экономит ваше время и уменьшает шанс лива также можно его использовать в новом режиме пустынных руинах тут тоже вам себя неплохо показывает разбивать здание хотя тут надо и героя выбить многие используют его на арене сейчас мы зайдем на арену покажу почему чёска ну прости тёзка так хочу это у меня занудись это ну без воодушевления сейчас мы возьмем другого выпускаем тут у нас есть кристалл то есть основная цель арена это слить кристаллы смотрите сейчас вот он пускает в кристалл кристалл получает на 26 процентов больше урона ну это надо полностью команда и то есть он тут тоже его используют там в забытой на королевское смысла его использовать там в лабиринте нету на адском саммите тоже безбунтово скажем так на волнах то есть основные локации я вам уже сказал вы уже сами принимаете решение стоит ли его качает ну реально питомец очень интересный и над его прокачкой в первую очередь нужно задуматься потому что он очень если вы этим более хайте без доната облегчит вам прохождение той же самой битве гильдий на определенных героях подземках давайте покажу в подземках давайте первая кошмар к 11 попробуем то есть если бы я бегал просто героем я бы долго это все сливал а тут сейчас намного быстрее будет с ним он себе постепенно постепенно разносит без считает их то есть как экономия времени потому что один анобис может не успеть за это все время его могут станет вот как сейчас он просто не успеет все разбить да как видите он уже больше больше половины зданий снес пока мы там у меня три здания только разбила но без урон как видите увеличенный 220 тысяч бьет я не знаю почему то урон не соответствует прописанному скиллов очень какой-то большой не знаю из-за чего но это уже давным-давно было заметно разработчики как-то над этим не думают им видимо не до этого вот видите чем большая помощь от него то есть если у вас там он останется на каком-то танке я вам надо будет добить пару зданий а вы на ком-то зависните то очень хорошая помощь также можно битвики для на повод и героя ставить которого будете последним выпускать надо белочку уменьшит вас ваш шанс слива ну вот и все вот такой вот был обзорчик пишите коменты подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репосты всем по питомцу максимальной прокачки в этом году надеюсь многие это собирают уже все всем пока подписывайтесь на канал